Наталья? Да, здравствуйте Смотрю ваш твиттер Мать, модель, благотворитель Именно в такой последовательности Как бы весь мир знает как супермодель прежде всего В меньшей степени как благотворитель Расскажите о Найкет Хат В обнаженных сердцах 2004 год Беслан 1 сентября Вы помните, да? Конечно Прекрасно, я думаю Я была в Москве И я внутренняя просидела у телевизора И смотрела, как это все происходило А в Москве вы оказались, почему? Я вот сейчас не припомню К каким-то другим делам Вы были без детей? Когда? С Люкасом у меня был сын Да Ну как бы единственный тогда сын И не помню, зачем я приезжала Но в итоге просидела у телевизора И уехала просто в такая потрясенная И когда этот момент был очень важным в моей жизни Тогда он был переломным Я первый раз Ну я как бы была 24 года Мне тогда было, да? Мама, сейчас 24 Я 22 даже, что же я говорю Да, 22 года Я молодая, ну как бы молодая, даже если и мама молодая девушка Меня интересует мода Интересно, ну какие-то люди интересные Какие-то вот встречи, события Я в пике своей карьеры У меня контракт Кевин Клайн, Лореал Я катаюсь в масле, как говорится И когда это произошло Это в первый раз, когда я Вернулась, вспомнила о себе Как вот о той маленькой девочке Которая вот с момента моего такого успеха Это первый раз, когда я вернулась обратно И так вспомнила, как это было А для чего я это делала? Потому что когда я думала Чем именно я хочу помочь детям, которые выжили в Беслане А тогда я понимала, что Ну как бы просто бездействие Это что-то недопустимое Я должна что-то сделать Но не понимала, что я могу вообще сделать И тогда я А вообще, что было для меня, как для ребенка Самое важное, вот истинно важное Тогда уже, когда у тебя все есть Вот тогда ты можешь, наверное, задавать себе такие вопросы Потому что тогда, когда я была маленькой девочкой Мне казалось, что это были деньги Или вот это вот, что когда я не буду больше думать о завтрашнем дне Да, вот это моя была мечта Такая не думать больше о завтрашнем дне Хорошо, вот Ну а что было все-таки самое важное тогда Вот со стороны Вот как бы вот между вот этих двух параллелей Двух точек Двух точек, да И я поняла, что мне просто Я не играла То есть я как ребенок Не то, что я играла Но эти минуты были очень мизерными Их было очень мало И в основном они Как-то проходили не так, как нужно В подвалах мы играли Прекрасно На стройках И так далее Там подобное Такой Автозавод Я поняла, что игра Вот такое вот место, куда ребенок может пойти И просто быть ребенком Просто играть Это реабилитация Это реабилитация для любого ребенка Просто на основании какого-то собственного экспириенса Собственного воспоминания Собственного опыта Так зародилась моя идея Идея Хорошо, дальше Что вы сделали для этого? Вы ведь начали думать в этом направлении Потом наняли специально обученных людей Которые все это организовывали Вы же не занимались Ну, я занималась практически этим сама А, нет, учредительством занимался мой адвокат Ну да, то есть вы говорили какие-то люди То есть вы занимались просто сбором денег То, что называется Ну да, в течение месяца это как бы Было очень весело И очень интересное такое испытание на прочность Но при этом я делала это с таким большим энтузиазмом Что откликнулись прекрасные люди Которые поддержали, помогли Русские? Нет, тогда это было в Нью-Йорке все происходило Хорошо А то есть здесь вы не пробовали даже найти людей Которые поучаствовали по вашему проекту Тогда, на том этапе Тогда? Нет, конечно Я жила в Нью-Йорке Я думала, как бы Я не знала никого в Москве практически Вы понимаете, я не из Москвы Сюда приехала как турист Посмотреть Москву А вдруг нашла телевизор и без ван Хорошо, сейчас вы нашли здесь деньги Ну и не только деньги Союзников Ну я это имею в виду, да В вашем деле это в общем-то синонимы То есть как, если вы находитесь Не всегда Совсем, совсем с вами не согласна Ну развейте эту мысль тогда Мы работаем, мы работаем с людьми Это для нас самое главное Мы работаем, вот особенно по нашей второй программе По которой вот сегодня проходит форум Мы работаем с специалистами Мы работаем, у нас есть экспертный совет Мы работаем с людьми, которым важно то, что мы делаем В первую очередь мы работаем с семьями и с детьми С ограниченными возможностями И в том числе мы союзники Они как-то находились сами по себе Вот это как раз люди, которые видят хорошее дело И приходят, и хотят поучаствовать в этом Ну помимо того, что они видят хорошее дело Они еще должны верить Вот вам верят Потому что в общем-то достаточно много существует организаций Такого рода в мире И у нас в стране часто они создаются с целью Там попиарить ту или иную персону В вашем случае, в общем, совершенно нет сомнений Что вы делаете это искренне Отчасти может потому, что у вас ведь семья Ваша младшая сестра Оксана Она ведь инварит детства, да? Да, да Она родилась с глубокой формой аутизма И детским селибральным параличом У вас еще одна сестра есть? Да, у меня есть сестра Кристина Кристина, которая учится в Англии Которая 16 лет Которая сдала недавно вот эти вот экзамены GCSE с отличием Я очень горжусь Кем она будет, когда выучится? Она, она... Ей нравится история искусства Ей вообще нравится искусство И она идет в этом направлении, видимо Чем занимаются ваши родители сейчас? Ну, кроме того, что они восхищаются дочерьми Моя мама, как прежде, занимается Моей сестренкой Только сейчас это... Это еще способствуется тем, что... Мы открыли центр по поддержке семей воспитывающих детей С особыми нуждами в Нижнем Новгороде Совместно с нашими партнерами там Организация, которая называется Верос И теперь Оксана посещает каждую неделю эту школу Она общается В том числе общается моя мама И... Очень жаль, что этого не было 20 лет назад Когда вы видели последний раз свою сестру? Я имею в виду Оксану Я ее видела в последний раз в августе Понятно А имена ваших детей? Вот, ну, Лукас, правильно? Или Люкас, как правильно? Люкас Люкас Здесь, ну, более-менее понятно Наверное, это был выбор совместный Паши и отца ребенка А вот дочь Нева Да Это не самое обычное имя Расскажите, почему такое имя было выбрано? Ну, это... Творческий процесс-то такой Иллюминации, на самом деле Мы хотели какое-то необычное имя При этом русское Мне кажется, особенно для девочки Это очень замечательно носить в такое Иметь в имени корни ее мамы, ее истории И когда мы разговаривали, обсуждали это с моим бывшим мужем Мы... Ну, на тот момент он был действующим мужем Да, мы с моим мужем, да, действующим так, да? Мы говорили, ну, вот Он говорит, ну, говорит, ну, ладно Ну, у нас же есть, вот, у нас есть реки У нас есть, у нас есть цветы какие-то Ну, вот у нас оттуда и появляется Ну, что-нибудь, давай, ну, не хочу я Там, там, Таню или Олю Я хочу что-то такое романтическое Мы говорим, так... То есть мы стали перечислять реки Угу... Мы это кто? Ну, это мы вместе Мы просто вместе Цветы, ромашки, ну, вообще, все, понятно, ничего такого И вдруг, и вдруг Нева Ну, и вот, как бы, ой, похоже вроде на Еву Но не Ева, а Нева Я, кстати, об этом уже подумал Потому что это очень похоже по написанию практически Нева И как красиво, как романтично А ударение Нева, кстати? Мы называем Нева, Невочка А, кстати, вот, немножко я перескакиваю Здесь по поводу ударений Вы ведь Водянова, да? В оригинале, а не Водянова То есть Водянова это, как бы, сценический псевдоним, да? Да Я просто в какой-то момент перестала с этим Не то, что даже перестала людей поправлять А кто-то мне даже, какой-то человек мне даже сказал Наташенька, ну, успокойся Водянова круче звучит Ну, ладно Главное, как Водянова выглядит Он выглядит круче всех Поэтому, как звучит, это не суть важно Возвращаемся к детям Младший Виктор Он был назван в честь какого-нибудь Виктора? Да, это в честь моего дедушки А в честь вашего дедушки? Чем ваш дедушка занимался? Виктор Филиппович, во-первых, ушел в армию добровольцем в 16 лет Отслужил в военно-морском флоте Еще потом 10 лет после войны разминировал Черное море Горел, тонул и так далее и тому подобное Мерз Прошел войну Мой дедушка Он был профессионально военной? Нет, он был... После того, как он пошел добровольцем? Ну, он был рядовым матросом Ну, как бы, ничего, никаких... Он просто, он как сам тогда говорил Это очень смешно, мой дедушка очень смешной Он всегда говорил, не там встал Не там встал Вот мне потом, там, друзья говорят Да что ты, это же вот стоял, там, тот-то, тот-то Вот если бы ты там встал Вот ты же видел, как твой друг туда Раз, раз, раз я подбежал Дедушка говорит, ну, не там встал Но потом дедушка проработал больше 50 лет на автозаводе Была такая бригада громовцев Из около 40 человек, которых он вел Это была его бригада И они очень много подняли производство То есть они даже написаны его... О нем написано в книге про автозавод Это в историю вошло Ну, он такой молодец был Дедушку я очень люблю А бабушку? Бабушку я тоже очень люблю У меня бабушка... Мы про Ларису Гавриловну сейчас говорим Да, в здравии Они живут в Питере, да? Нет, в Нижнем Новгороде Но дедушка у меня, к сожалению, ушел из жизни в этом году Соболезно вы, кстати, с детьми вы по-русски разговариваете или нет? Да, в большинстве Из двоих, из троих, из двумя То есть старший не говорит, да, по-русски? Он говорит, но очень коверкает И так... Слабо, только когда очень нужно Расскажите мне, пожалуйста, про вашу последнюю работу в кино Я снялась в картине, которая в переводе на русский Будет называться «Влюбленные» На самом деле она называется «Бель де Сене» Это по сюжету романа Албета Коэна Очень известный такой роман в Европе Который читает, как такая история Ромео Джульетты На европейский манер Но при этом с такой С драмой, с историей Вообще книга в тысячу страниц Поэтому фильм Ну, как бы фильм было довольно-таки тяжело писать Понятно Вы главную роль там играете? Да А кто ваш партнер, исполнитель главной мужской роли? Джонатан Риз Майес Лента уже закончена, да? То есть она уже вышла Выходит То есть еще не показывали ее В России будут ее показывать? Да Понятно Ну тогда стала быть и книга, которая известна в Европе, станет известна в России Возвращаясь к вашей общественной деятельности Вы сказали, что активно вы свой фонд продвигаете на Фейсбуке Только на Фейсбуке или вообще во всех социальных сетях? Я в принципе создала Фейсбук с целью иметь собственный голос Потому что когда я до этого пыталась говорить о каких-то важных мне вещах Очень часто со мной говорили не о том, что интересно мне, а о том, что интересно собеседнику И я чувствовала себя при этом незащищенной То есть мы сейчас на камере, но вот в журналистике всякие бывают особенности То есть человек что-то, о чем-то с тобой говорит, уходит и что-то пишет И потом при этом, кроме как подать в суд, что в некоторых странах сложно А в нашей стране вообще просто пустая трата времени То есть Фейсбук вы завели просто как некую альтернативу медийке То есть возможность высказываться и говорить о том, что интересно только вам Потому что вас достали вопросы не про то То есть вас спрашивали про модельный бизнес, про ваши там цацки Всякие, про вашу работу, про вашу личную жизнь И совершенно не... Нет, это тоже звучало, но может быть не в какой-то такой форме, в которой бы хотела я И это тоже такой определенный способ защиты То есть я могу ответить То есть у меня есть голос, да, что-то произошло Я это, кстати, в России, мне не приходилось это совсем использовать Но, например, на Западе, когда что-то вдруг выбирается из контекста И вдруг все СМИ начинают распространять Такая вот, да, как вирус А сейчас это везде, да Но сейчас это опасность для любого человека Для любого социально значимого человека Поэтому для меня очень... И я использовалась в Facebook, и это работало То есть меня перепечатывали там, New York Times, Daily Telegraph И они просто перепечатали, вот мой ответ И он получается официальным Да, вот больше нет других... А как? А как по-другому, да? У вас есть какой-то помощник или вы сами просто в Facebook Нет, я работаю не одна Я как бы не могла бы просто уделить этому столько времени Но пишу я абсолютно все сама Я работаю с человеком, который со мной путешествует Который со мной рядом Который участвует в моей работе Который может это зафиксировать в том числе И вот когда мы чувствуем, что... Или я чувствую, да, что что-то важное Мы об этом сообщаем А вот в Твиттере вы не очень активны В Твиттере это не мой жанр Но вот как-то... Почему? Слишком лаконично? Нет, очень коротко Не слишком лаконично, а очень коротко Блестяще, хорошо Это просто, я думаю, войдет в аналог Я просто обратил внимание, что вы уже были на съемках сегодня Уже появился снимок в Твиттере Это значит, делали не вы Это делал тот человек, который у вас специально обученный Как я говорю, человек, который этим занимается Ну, это профессионал своего дела Я, да, да, специально обученный А вы знаете, что есть еще социальные сети достаточно популярные Которые только российские Мы их пиарить не будем называть в эфире Но вы знаете о существовании? ЖЖ? Нет, ну ЖЖ, это он нет Лайф Джорнл, это, в общем-то, все-таки глобальная вещь Он российский просто по собственности И вы не знаете о существовании социальных сетей Которые базируются только в России и для русских Ну, может быть, я знаю Вконтакте? А, конечно, я знаю У вас там есть аккаунт? Нет Нет Заведите, потому что это отдельная совершенно Достаточно социально активная группа молодежи Для которых вы можете быть Как это по-русски role model Могу быть Да, можете и должны быть А как role model переводится? Ролевая модель Просто ролевая модель так и переводится Видимо, так Наталья, у вас была ролевая модель? У меня до сих пор есть ролевые модели Это не золушка, нет? Нет? Это не снежная королевая Вы правильно угадали Есть, например, такая женщина Зейнап Салби У нее Она Тоже занимается благотворительностью Есть организация, которая называется Women for Women International И, например, есть такая женщина Как Дайан Ван Фостенберг Которая всегда Шла в вере Как бы в вере Вот этой своей Своему женскому начало Своей интуиции Своему сердцу Есть Но это в основном женщина Вам Почитали бы вас общаться С вашими Ролевыми моделями? Да, конечно Ну, а что я буду мечтать Каких-то людей С которыми я не общаюсь Конечно Ой, вы знаете Очень многие мечтают О людях, с которыми нет шанса пообщаться Я уверен, что очень многие люди Мечтают об общении с вами Мне как раз Мои ролевые модели Это Люди, с которыми я общаюсь Вы начали работать в 11 лет Потому что, ну Что говорится Жизнь заставила, да? Но при этом ведь все равно Наверное, как Ну, советская Девочка Вы же в Советском Союзе родились В общем-то Вы, наверное, читали книжки Какие-то Вы помните Читали? Вы помните Какие-нибудь книжки Из своего советского детства Книжки, фильмы Я смотрела много Мультики Я очень любила мультики Книжки Да, я читала книжки Но я сейчас как-то Давайте про мультики Да, я любила Бременские музыканты Очень Я любила По дороге с облаками Чебурашка Ну, погоди Всякие вот такие вот мультики наши Прекрасные, добрые Наивные Ваши дети смотрят анимацию Да, а как же Ну, и советскую классику в том числе Они Нет, они смотрят в большинстве все-таки Пока мультики Дисней? Нет, вот русские мультики Очень любят Ну, советские мультики Потому что русские Советские мультики Советские мультики Любят маши и медведи тоже А вы Книжки у вас есть на русском языке? Детские? Да, я читаю детям Вы сами читаете детям? Да, представляете? Нет, я не представляю Потому что при вашей занятости В общем, учитывая, что вы супер Я такая же занятая мама Да, я обратил Мы с этого же начали Что в Твиттере Вы позиционированы Прежде всего Как Матер Как мать Это очень трогательно Мне это очень-очень понравилось Не больше Опять же Это, наверное, может сделать Любой человек Но вот Я вам верю И я знаю, что Вам вообще многие верят Ну, люди, с которыми я общаюсь Спасибо Спасибо, наверное, надо папе с мамой Говорить, потому что они вас сделали Все знают Конечно, те, кто следят за вашей биографией В каком качестве И как вы начали работать в 11 лет Но для миллионов зрителей наших Расскажите напоследок Как вы начали работать в 11 лет Я помогала маме И заменяла ее Так как мы, в принципе, работали по очереди Сначала она с Оксаной была Потом я И поэтому я ее просто заменяла На месте работы И очень скоро Я думаю, уже в 12 лет Моя мама решила заниматься этим Продавать фрукты Сама отсоединилась от своего То есть сначала она работала как продавец А потом она стала Мы начинали буквально С ящика бананов С коробки бананов С ящика яблок И как только мы Мы видим, что уже почти продалось Да, все остается Мама садилась на автобус Ехала обратно А я стояла, продавала И так вот мы Но это было тяжело Физически очень Огромное вам спасибо Я желаю вам благ во всех наших начинаниях Не только в вашей общественной деятельности Спасибо И в кинематографе И вашей основной работе Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому